И в этом бою у нас встречаются Суман Махтарян против Содик Юсуф. Ну, Содик Юсуф, он получил свой шанс после выступления в Данавайт Контендер Сериес. Ему 25 лет, и он выиграл свой бой на этом шоу единогласным решением. Выиграл другого небитого бойца. Но до этого, вообще я за этим бойцом уже следил, весьма и весьма он хорошее выступление показывал. У него хорошая любительская карьера, где только один бой дошел до решения. В профессионалах также до решения он доводит бои редко, в основном заканчивает нокаутами. Весьма неплохая техника у него ударная, тяжелый удар, хорошее передвижение. Но вот единственное, что его поражение против Луиса Гомеса в Titan FC, это был за чемпионский титул, да, бой. И он проиграл уже в конце первого раунда. Там, знаешь, не покидало такое ощущение, что челюсть у него далеко не самая крепкая, потому что Луис Гомес его там, ну, в такое состояние Гроги отправлял и делал это не один раз. Ну, и бой вообще был закончен достаточно так зрелищно, интересно. Ну, собственно, кто не видел, я просто советую посмотреть. Концовка очень интересная. Встречаться Содик Юсуф будет с Уманом Махтаряном, который на данный момент поражения не имеет в 8-0. И, ну, здесь, опять же, предсказуемо, что этот австралийский боец всю свою карьеру провел у себя на родине, в, прям, в очень таких местных мелких промоушенах. Единственное, что он два боя провел в организации Хэкс, которая, как я и сказал, для Австралии еще более-менее неплохая. Оба боя выиграл. Ну, вообще, наибольшую опасность он именно в партере представляет. Большинство побед у него с обмишенными. Тут есть даже достаточно редкий твистер. Как раз в Хэксе это был его крайний бой. Ну, и сейчас, последний раз, кстати, он выступал, получается, в прошлом году, аж летом. Ну, и сейчас он получает свой шанс. И, как я и сказал, соперник Содик Юсуф у него весьма непростой. И коэффициенты расставлены следующим образом. Местный спортсмен идет за 4,75. Содик Юсуф очень и очень большим фаворитом. Это, получается, здесь самый крупный фаворит турнира 1,18. Вот, что думаешь здесь по бою, Андрюх? Ну, я думаю, что мы достаточно уже высказались по поводу фаворитов, дебютантов за один, там, хуй знает сколько, там, 0,7 десятых. Это, ну, не самое лучшее предложение, откровенно говоря. И особенно учитывая то, что, как ты уже сказал, его держалка, ну, вызывает некоторые вопросы. И, я думаю, вы помните того парня, который из Южной Африки, которого мы там обхуесосили, что к нему там большое такое недоверие, что, в принципе, бойцы из Южной Африки такие достаточно слабые. И вот он выходит с коэффициентом, там, что там, 4,75, пятерочка, и просто вышибает мозги своему сопернику. Но, думаю, вы не хотите, чтобы ваш экспресс какой-нибудь пострадал, ну, в подобном случае. Поэтому просто воздержитесь, там, посмотрите этот бой. Ну, и, наверное, он закончится как-нибудь зрелищно. Ну, я надеюсь, что в пользу андердога в этом случае, потому что победа андердога – это всегда интересно, это всегда громко. Ну, а от ставок попрошу воздержаться. Ну, да, по поводу ставки я здесь с тобой согласен. В целом, Содик Юсуф, он, конечно, безусловно, более опытный спортсмен. Но здесь, по сути, встречаются такие разные стили. И, ну, как я и сказал, Юсуф в хорошей стойке, Махтарян наибольшую опасность представляет в партере. И предсказать здесь достаточно трудно, кто сумеет навязать свою игру. Поэтому, думаю, здесь нужно просто посмотреть этот бой, это будет просто интересно. Мы перейдем к следующему бою. Здесь у нас Джим Крут встречается с Полом Крейгом. Ну, опять же, у Пола Крейга, я думаю, прекрасно. Все запомнили после его предыдущего боя, где Магомед Анкалаев просто уничтожал его три раунда. На последней секунде Пол Крейг все-таки накинул треугольник. Вообще, Пол Крейг пришел в UFC в 2016 году, победив, ну, весьма слабого, объективно говоря, бойца Луиса Энрике да Силва. Затем было два досрочных поражения нокаутом. Тайсону Педро и Халилу Раундри, причем весьма жесткие такие поражения. Ну, вот сейчас он сумел выиграть Анкалаева, он отсрочил, так сказать, свое увольнение, потому что оно ему определенно светило, если бы он проиграл этот бой. Ну, встречаться он будет с Джимом Крутом. Поэтому, опять же, за этим бойцом я уже следил и примерно знаю, что он из себя представляет. Молодой боец, 22 года ему всего лишь, поражений пока еще не имеет. Это чемпион организации Хэкс австралийской. Всю свою карьеру он там провел. И, ну, в отличие от вот предыдущих наших некоторых дебютантов, у которых прям вообще была, ну, просто отвратительная позиция, в Хэкс хотя бы, ну, более-менее кого-то стараются вменяемого привозить чемпионом своим. Ну, в общем, Джим Крут в основном в боях, несмотря на то, что у него большинство нокаутами все-таки побед, он старается переводить в партер. Именно в партере как-то забивает, работает, хотя в стойке он тоже вполне себя хорошо чувствует. Удар у него весьма тяжелый. В данной контендер серии также он выступил вполне себе неплохо уже в первом раунде, нокаутировав своего соперника. Ну, и вот сейчас получает шанс, получают соперники Пола Крейга. Ну, как мне кажется, весьма проходимого для него соперника. Пол Крейг, конечно, мы не будем сбрасывать со счетов, потому что, как я и сказал в партере, он все-таки очень опасен. И предыдущий бой будем держать в уме. В любом случае, Джим Крут здесь идет фаворитом, причем таким тоже за 1,43. Пол Крейг опять идет андердогом за 2,9. Что думаешь здесь, Андрюх? Каковы шансы? Ну, когда мы видим в анонсе боя Пол и Крейг, вот эти два слова, можно сразу уже гарантированно ждать какого-то рандома здесь, потому что этот боец достаточно слабого уровня по целым показателям, в общем комплексом смысле, как боец. У него достаточно слабая стойка, у него плохая защита от ударов. Он не лучшим образом держит этот самый удар, но при этом у него очень опасные навыки в партере. И даже будучи потрясенным, из гарда он может накинуть сабмишин и более своего опытного сильного соперника засабмитить. Поэтому, ну, я не знаю, чего здесь ждать в этом бою, особенно учитывая то, что его соперник, ну, скажем так, не самый опытный тоже. И вполне возможно еще какие-то ошибки совершить может. Я не знаю, у меня нет желания здесь никакого рассматривать фаворита. Я думаю, что бой этот вряд ли дойдет до решения. Но, чья будет здесь победа, это уже, опять же, как я ранее сказал, ну, подбросить монетку. Ну да, до решения здесь, конечно, очень маловероятно, что бой дойдет. Я все-таки склоняюсь к Джиму Круту, ну, не призываю, конечно, ставить на него такой коэффициент. Но думаю, что у него здесь больше шансов и, в принципе, будет интересно посмотреть на дальнейшее его развитие карьеры в UFC. Мы перейдем к следующему бою.